МИР, ТРУД, МАЙ МИР, ТРУД, МАЙ Присоединяюсь, МИР, ТРУД, МАЙ Под этим лозунгом Советский Союз отмечал сначала День Интернационала, а затем День Международной Солидарности Трудящихся. Сегодня это праздник Весны и Труда. В Курске Первомай стал первым постреволюционным официальным торжеством. Правда, многие хозяева предприятий не стремились в этот день отпускать своих работников. Последним приходилось идти на ухищрения, чтобы сбежать на так называемые маевки. В современной России политическую окраску праздник давно утратил. В этот день принято не столько трудиться, сколько отдыхать и радоваться вот так все вместе. Флаги всех мастей, разнообразные плакаты и транспаранты, отличительные куртки и шарфы. Утром 1 мая центральная улица Курска превратилась в яркую шумную реку и по-настоящему забурлила. На традиционное шествие вышли все те, кто каждый день строит наше настоящее. У нас и выращивается хлеб, и строятся дома, и учат, и лечат, и создают все условия для развития молодежи. Я искренне поздравляю всех курян с этим замечательным праздником. Желаю всем мира, добра и счастья. Пасмурное небо и значительное похолодание не снизили градус хорошего настроения курян. В мире мир, на календаре май, а потому и в сердцах тепло. Праздник родом из детства особенно дорог старшему поколению, людям, которые без труда не представляют жизни. Народу поменьше стало на этих демонстрациях. В моей молодости народу было намного больше. Выходили все буквально. Это все-таки праздник трудящихся. А так как я всю жизнь проработал, то я считаю, что я обязан приходить и приводить с собой поколение. У каждого пришедшего на демонстрацию в жизни был свой особенный первомай. Экс-губернатор региона, а ныне член Совета Федерации Александр Михайлов вспоминает, как в самом Курске возрождалась традиция празднования Дня весны и труда. В 92-м году жители областного центра на торжество не вышли. Я же возглавлял, как говорят, союз левых сил во главе с компартией здесь. Поэтому в 93-м мы вернули эту традицию. И демонстрация получилась достаточно мощная. Поэтому, может быть, этот год я бы выделил после возрождения. И после этого традиции больше мы не позволяли никому ломать. В советское время это была необъемлемая часть нашей жизни. И, конечно же, выходили на 1 мая, на 9 мая, на демонстрации. Со временем приходом 90-х годов, конечно, все это ушло. Но благодаря сейчас нашему правительству, нашему президенту, мы, конечно же, опять возобновляем наши традиции, традиции российских людей. Широкая колонна прошагала до Красной площади. Глава региона Роман Старовойт поприветствовал всех курян и еще раз отметил, что только совместный труд может положительно повлиять на уровень жизни каждого. Почти год назад президент нашей страны, национальный лидер, подписал майский указ. В нем впервые обозначены конкретные цели и обозначены конкретные цифры по финансированию. Наша задача – реализовать этот указ. Сделать так, чтобы жизнь каждого курянина стала лучше. Это придает какой-то уверенности в том, что завтрашний день будет успешным. В нашей стране очень любят трудиться, поэтому, естественно, этот праздник для курян и для всей России имеет очень большое значение. Всероссийский научно-исследовательский институт труда составил список новых профессий, которые появились в стране за последние несколько лет. В их число, помимо прочих, вошли такие, как, например, оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по менеджменту космических продуктов, специалист по интеграции облачных приложений. В общем, мир не стоит на месте. Постоянным остается лишь крепкое уважение к любому труду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова